Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши пешие прогулки. Сейчас мы находимся на улице Гончарова, около дома номер 23. Всем ульяновцам он известен как Кривой дом. Изогнутое дугой двухэтажное его крыло унаследовало изгиб столбов. Столбами в Симбирске называли гостиный двор, где с середины 18 века была сосредоточена торгово-коммерческая жизнь. Гостиный двор делился на две половины – южную и северную. Сегодня во время нашей прогулки коснемся только северной половины, поскольку именно на ее месте в советские годы было возведено это здание. Северная половина гостиного двора занимала около 2000 квадратных сажений. Здесь было множество торговых лавок. Большинство из них принадлежало частным торговцам, но более и городские. К двухэтажному зданию примыкает выходящий на угол улицы Карла Маркса высотный корпус дома бытов 12 этажей. Здание проектировал Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий. Открыли здание в 1975 году. Универсальный дом быта стал на момент постройки самым высоким зданием на улице Гончарова. В здание вместило мастерские срочного и капитального ремонта бытовых изделий, химчистки, ателье пошива одежды и обуви, прокат, салон красоты. Сейчас здесь по-прежнему размещаются различные мастерские, ателье, но их заметно потеснили магазины и офисы. Как вы заметили, мы дошли до улицы Карла Маркса. В Сибирске эта часть улицы с 1843 года до 1918 года носила название Дворцовой. Ранее она была Мясницкой, а после революции Лассаля. Здесь кипела торговля. За гостиным двором начинался овраг реки Симбирки. Долгие годы он являлся огромным местилищем нечистот. Очертания оврага, собственно, до сих пор заметны. Раньше он проходил там, где сейчас стадион Трод, с одной стороны, и с другой стороны торговые центры. Еще в 1780 году, когда на месте будущей ярмарочной площади появились первые торговые ряды, через овраг был построен мост. Рядом находились мясные ряды, поэтому его назвали Мясницким. В 1842 году случился большой пожар. Мост сгорел. Вскоре был построен новый, но в 1861 году на его месте построили земляную дамбу. Летом 1922 года прошел невероятная сила ливень. По оврагу реки Симбирки пронесся селевой поток, уничтоживший старую дамбу на Дворцовой улице и значительно повредивший оба корпуса гостиного двора. Теперь город разделял глубокий овраг. Чтобы попасть в центральную улицу на ярмарочную и базарную площади, приходилось делать большой крюк. В 1924 году расширенное заседание строительной секции Гоплана утвердило проект и смету временного моста через овраг. В том же году началось строительство коллекторов, которые прятали своенравную речку Симбирку. По сути, зловонный поток на дне оврага неимоверной глубины. Эти работы продолжались не один год. Строительство моста было завершено в июле того же года. В фондах краеведческого отдела Дворца книги хранятся копии фотографий из альбома «Временный деревянный мост» на месте разрушенной старой дамбы. Этот альбом принадлежал Александру Бабайкину, работавшему десятником на строительстве моста. «Временный деревянный мост» прослужил 4 десятилетия до середины 60-х годов прошлого столетия. Во второй половине 1950-х годов началось строительство центрального стадиона «Труд», открытого в мае 1963 года. Поэтому овраг бывшей реки Симбирки засыпали намытым песком. После этого надобности в мосте на улице Карла Маркса отпало. Но он существовал некоторое время и после открытия стадиона, пересекая широкую песчаную полосу на месте бывшего оврага. Рядом со стадионом по адресу Карла Маркса, 12, сейчас находится здание завода «Контактор». Ранее на его месте были доходные дома торговцев и мещан и Казанская церковь. Она была в створе улицы Лосева, сейчас это улица Федерации. В 1929 году ее закрыли, а потом ее вовсе снесли. К домам примыкала базарная площадь. Она плавно переходила в ярмарочную площадь. По правую руку на улице Карла Маркса, бывшей дворцовой, стоят дома, когда-то принадлежавшие известным купцам. К примеру, это трехэтажный каменный дом с подвалом. Сегодня он под номером 13 был построен около 1840 года. В 1860-х годах он стал доходным домом купцов Крупенниковых. Напомню, Крупенниковы – сембирские купцы, домовладельцы и торговцы. Они были известны скобинными лавками с широким выбором изделий из меди, железа, стали и чугуна. Общегородской пожар 1864 года затронул и постройки на усадьбе вдовы симбирского купца Авдотти Крупенниковой. Дом был восстановлен по проекту симбирского архитектора Сергея Паникина. В усадьбе обозначены каменный трехэтажный дом флигелем, лавочками и деревянным строением с оценочной стоимостью в 9 тысяч рублей. Помещения доходного дома сдавались в аренду. В разные годы здесь размещались гостиничные номера, столовые, чайные, магазины. Последним владельцем правой части этого дома был Мухаммед Карим Абушаев. Династия Абушаевых в Симбирске славилась своими поколейными магазинами, специализирующихся на чае. С развитием торгового бизнеса Абушаевы активно обзаводились недвижимостью. Собственно, и на следующем доме была вывеска магазина Шапшидина Абушаева. Но владельцами самого дома, который построили в 1830-х годах, были купцы пожарские. Здание использовалось ими в качестве доходного дома. Здесь, кроме магазинов, находилась гостиница и ресторан. Здание пострадало во время пожара 1864 года, но вскоре было восстановлено. В 1867 году к зданию возвели каменную пристройку. Первоначально здание было двухэтажным. Третий этаж был надстроен в конце 1870-х годов. А вот в этом доме номер 19 уже больше века находится ресторан «Россия». При губернаторе Александре Степановиче Ключереве, назначенном в нашу губернию в 1911 году, открывается кафе «Шантан. Россия». Как писал Крэвид Ястребов в своих воспоминаниях, Ключерев здесь бывал довольно часто. Обычно его сопровождал чиновник для особых поручений Николай Петрович Пастухов, сын симбирского купца, на долю которого главным образом и падали расходы по кутежам. О безобразии Ключерева ходили легенды. Сопудельники извлекали из этих патежей и материальную выгоду через содействие Ключерева, когда надо было кому-то получить медаль, орден или чин. Цены в ресторанах были выше, чем в трактирах, а порции меньше. Наживались же владельцы ресторанов не на обедах по рублю, а на винах, которые продавались в 4-5 раз дороже, чем в магазинах и винных погребках, а также на фруктах. Кстати, сохранилось новогоднее меню ресторана за 1913 год. Праздничный ужин начинался в 10 утра и включал в себя кавказский шашлык от грузина Бирашвили, борщок с дьявлями, салат а-ля рус, салат ассорти, индейку, мороженое пломбир и кофе. Весь ужин стоил 1 рубль с персоной. С 1880 года Шамшудину Абушаеву, отцу Мухаммеда Тарима Абушаева, принадлежал двухэтажный каменный дом на углу улицы Дворцовой и Ярмарочной площади. Сегодня это улица Карла Маркс, 29. В 1871 году более 35 тысяч рублей Шамшудин Абушаев потратил на покупку земли в деревне Бирючевка Симбирского уезда. Семья Абушаевых, в отличие от других симбирских купцов-татар, стала развивать не суконное производство, а производство сельскохозяйственной продукции. Дом под номером 22, который одним фасадом выходит на улицу Маратом, когда-то являлся доходным домом другого крупного торговца Александра Петровича Конорина. Купец давал его в аренду. До сих пор в этом здании каких только нет заведений. И магазин, и ресторан, салон красоты, медицинский центр, аптека. Александр Петрович Конорин был крупнейшим по Волжии торговцем солью, тканями и бокалейными товарами. Он был причислен к потомственным почетным гражданам Симбирска. И вполне заслуженно Александр Петрович славился своей благотворительностью. Собственно, на пересечении современных улиц Марата и Карла Маркса улица Дворцова заканчивалась и начиналась ярмарочная площадь. Она ограничивалась на севере улицей с одноименным названием – Ярмарочная, ныне улица Можайского. На востоке и юго-востоке соседствовала с базарной площадью, а на западе – с улицы Всесвятской, ныне улица Рыбиспьера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова